Противопоказания для гормонального смещения Это четвертый класс по Миллеру Четвертый класс подразумевает отсутствие сысочков Нам технически невозможно переместить в это положение Просто слизистый накосничный лоскут Нам не к чему его будет пришивать Это понятно Наличие тяжей уздечек Это условное противопоказание Оно описано в литературе Но я на него не реагирую Если только это не совсем критичная история То есть до 5 мм Если у меня есть 5 мм Значит я иссякаю все эти уздечки и тяжи Внутренним доступом при расщеплении лоскута Если уже меньше 5 мм Тогда это будет противопоказание Прямо иссякаете тяжи? В момент расщепления Вы просто их оставляете внизу На мышцу Я их не разрезну Не делаю разрезы Вы расщепляете Это вообще другая история Вы не рассекаете их Вы лоскут расщепляете И они у вас перемещаются вниз Сами по себе Если на нижней челюсти Есть еще такой метод Для того чтобы не делать вообще никаких резких хирургических движений В зоне выхода нерва В области ментальных отверстий Там можно тампоном просто взять И их опустить вниз Это не то что в привычном нам понимании Рассечение надкостниц Это расщепление Это происходит одновременно с расщеплением слизиста надкостичного лоскута Самое сложное Для меня оказались челюстные лицевые хирурги Им невозможно объяснить как расщеплять лоскут Потому что их научили рассекать надкостницу И это вот Но только с одним доктором мы преодолели К сожалению Вот этот вот порог И он понял что нужно делать Мы расщепляем И одномоментно у нас Эти уздечки и тюжи перемещаются вниз Просто под воздействием мышечной силы и тяжести Когда мы получается Отщепили саму слизистую Собственную От мышцы Мышца упала просто у вас вниз На нижней челюсти Как правило мы сталкиваемся с этой историей На нижней челюсти Потому что на верхней там вообще все проще Она в области контрафорсов Только это второй резец и первый премоляр И в области центральной уздечки На верхней губы Таким же методом Все то же самое Отсутствие ширины Прикрепленной диснея Пекальная резец Это тоже относительное противопоказание Потому что, как мы теперь знаем Мы все применяем И аутотрансплантаты И аутотрансплантаты И аутотластические материалы Для того, чтобы увеличить Или создать прикрепленную дисну Поэтому это не является На сегодняшний день Но я должна пока Все-таки классической базовой Вам доносить информацию И щелевидные дефекты Выше слизистого десневого соединения Вы представляете, как выглядит себе такой зуб? Щелевидные дефекты Выше слизистого десневого соединения Узкая, как такая игла пикорецессия Уходящая, собственно, слизистая уже То есть не имеющая вообще ни зенита, да, как такового Ни шейки, там, ничего Такое высокое обнажение корня И фактически уже Замокогенгивальную границу выходящая Ну, представляете себе эти зубы Все видели мы их многократно Вот в данном случае Корональным перемещением Такую рецессию прооперировать невозможно Для нее есть другой метод выбора Опять сюда же Методика операции Да, все, отлично Разрез Методика коронального смещения Несет в себе смысл Переместить слизистый надкосничный лоскут Коронально От опекального в корональную сторону Мы имеем с вами глубину рецессии Нам нужно ее устранить Как нам математически рассчитать Насколько перемещать лоскут слизистый надкосничный Я вам расскажу Когда я начинала учиться Уже в постинститутское время свое Был такой профессор Вассерман Он преподаватель Профессора Мюнхенского университета Вот он говорил так Максимально нужно натянуть На коронковую часть Что когда будет сокращаться Обратно лоскут Он встанет в правильное положение Прошли какие-то годы Я стала сравнивать свои результаты Почему у меня где-то сократилось И действительно осталось так Как он сказал А где-то ушло обратно В то же положение Из которого мы это перемещали И конечно в общем Я поняла что итальянская школа Мне ближе с математическим расчетом Потому что вот этот на авось Я натяну максимально А потом посмотрю Что из этого получится На самом деле Пардентология Мукогенгвальная хирургия Также развивалась Все это время И никто не стоял на месте И то что он говорил Это было здорово и круто В 2001 году Но на сегодняшний день Мы уже работаем по-другому Итак Зачем мы здесь измеряем Глубину рецессии Для кого это нужна информация Для пациента Для ассистента Это величина На которую мы будем перемещать Наш лоскут Следственно-косничный Соответственно Чтобы его переместить И зафиксировать Что мы должны сделать От вершины Анатомического сосочка Вот эта точка Посмотрите ее пожалуйста Найдите на своем рисунке И отметьте Мы откладываем Величину равную Глубине рецессии Вот так вверх И ставим здесь точку То же самое Делаем С другой аппроксимальной стороны От вершины Анатомического сосочка Откладывается Глубина рецессии Вот эта величина И ставится здесь точка Вот это Ваша Точка отсчета Формирования Нового Хирургического сосочка Форма Вы можете его сделать Вот такой Как здесь нарисовано Ласточкин хвост Можете сделать Квадратный На приживление И регенерацию Никак это не влияет Это Даже если где-то Что-то у вас там будет Какая-то плюс ткань Немножко Вы можете всегда Это потом скорректировать Много не мало Тут как бы Уже точно Но Лучше точно Нет 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 Вы не правы Потому что Когда У вас Стопроцентно Соприкасаются Две раневые поверхности Они заживают Быстрее Образуются сосуды И коллатерали капилляров Быстрее организуются Между собой А если у вас Вот так вот Торчит Прижатый Вами сосочек То Вот эти части Они будут умирать И регенерация Будет недостаточно И питания Будет недостаточно В этом месте И вы получите Там все равно Какой-то Неприятный момент Мы отложили Величину Глубины Рецессии С двух сторон Поставили точку Это точка Нашего разреза И вы начинаете Проводить Полнослойный Разрез Что это значит Мы вместе До кости Вертикально Уходящей Трапеции С широким основанием Вверх С одной стороны И то же самое Мы делаем С другой стороны Все Продентологические Слизьно-косичные Лоскуты Выглядят Как перевернутая Трапеция Зачем? Да Максимально Сохранять Питание Максимальное Количество Сосудов Чтобы было У этого Лоскута Дальше У нас Начинается Самое Сложное Вот здесь Здесь у нас С вами Мы оперируем Пусть просто Первый класс С прикрепленной Десной Вот здесь У нас С вами Что есть Над зенитом Рецессии Что это такое? Какая там ткань? Прекрасно Спасибо большое Вот эту часть Вот эту часть Мы должны Сделать Полнослойной На лоскуте Вместе с Надкосницей Мы должны Лоскут этот Отслоить В этой зоне Опекальные Зенита Рецессии Вместе с Надкосницей Я всем Понятно Как это Да? То есть Вы скелетируете Фактически Это до кости Но Вот эта зона Самых Хирургических Сосочек У вас должен Быть Расщепленный То есть Вы Делаете Разрез Идете Либо из Разреза Начинаете Уходить В расщепление А потом В полнослойный Лоскут Либо Наоборот Из полнослойного Отслойного Опекальные Рецессии Уходите Сюда И расщепляете Хирургические Сосочки Зачем Они вам Нужны? Зачем Вам оставлять Надкосницу Аппроксимально От Корня Зуба Коллеги Включайтесь Пожалуйста Еще же Рано Еще Мало Прошли Сами Еще Не устали Зачем Нам Это Чтобы Показать Что я Умею Делать Полнослойное Расщепление Туда Сюда Его Поиграть Это Правильно То Что Вы Говорите Очень Правильно Но Есть Еще Тайный Смысл К Сожалению Мы Работаем Как Мы Уже С Вами Утром Решили В Условиях Как Правило Тонкого Биотипа Соответственно Почти Во всех Клинических Случаях Мы Будем Применять Либо Ауто Трансплантат Либо Какой Либо Пластический Материал Но Для Пластического Материала Там Немножко Другая Ситуация Я Вам Расскажу Позже А для Применения Ауто Трансплантата Это Зона Его Питания Потому Что Если Вы Поставите На кость То Он Просто Там Умрет И Вы Белую Некротизированную Пленочку Удалите Из Подлоскута Или Она Сама Вымоется С Антисептиком Однозначно Мы Оставляем Это Наши Запасные Зоны Питания Я Сейчас Очень Дотошно С вами Разбираю Эту Историю Потому Что Завтра Мы Будем То же Самое Делать На Имплантатах А Все Прекрасно Понимают Что Трансплантат Брошенный На Обнаженные Витки Имплантата Вообще Уже В априори Лишен 50% Питания И Наша Задача Чтобы он Выжил Создать Ему Условия На Принимающем Ложе И вот В этом Случае Вот Эта Техника Когда Вы Оставили На Принимающем Ложе Соединить Кусочек Соединительной Ткани С над Кусочек Это Ваша Подушка Безопасности Выживали Выживание Вашего Свободного Десневого Трансплантата Дальше Дальше Расщепили Здесь полнослойный Дошли до мукогенгивальной границы И Начинаем Уходить в расщепление У меня написано по-английски Я приношу Извинения Я до сих пор Не собралась Переписать Все свои рисунки На русский Сплит Это расщепление Full Это полнослойный И соответственно Буквой S Везде будет помечена Расщепленная часть лоскута И буквой F Полнослойная Каким образом Происходит Расщепление Слизистонодкосничного Лоскута Еще раз говорю Это непривычное Нам с вами Рассечение Надкосницы Это просто Зона Мукогенгивальной Границы Когда она Переходит В собственное Вот здесь у вас Надкосница Получается Есть И вы Переходите Просто мягко В слизистую И не надкосницу Рассекаете А отслаиваете Мышцы От слизистой И ваш Слизно-нодкосничный Лоскут Просто повисает Без напряжения Без сокращения Он просто повисает На зубе Это значит Вы сделали правильно Вы должны положить Лоскут в новом положении И проверить Как вы провели Мобилизацию Лоскута Если он Не отпрыгивает Вверх Вы сделали Все правильно Это все проверяется Не на этапе Когда вы Начинаете Ушивать И у вас И вы Вдруг Понимаете Что вас Тянет Вот это Должно быть Произведено Вот здесь Именно Когда вы Расщепили И все Ваш Лоскут Готов Теперь мы Переходим К подготовке Самого Зуба И корня Для того Чтобы было Прекрасно Как вы Сказали Сопоставление Краев ран И самих Раневых Поверхностей Что нужно Сделать С анатомическим Сысочком Прекрасно Спасибо большое Да и эпителизировать То есть Мы снимаем Просто Поверхностные Эпители Чтобы создать Такую Обнаженную Кровоточащую Раневую Поверхность У нас Сегодня будет С вами Мастер-класс И технически Я вам Это все Покажу Прямо Как это Делается Во рту Также Теми же Инструментами Покажу Это На Биологической Модели У Модели 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 Продолжение следует...